Что в Славграде зимой и летом не меняет ни цвета, ни запаха? Как говорится, хоть ночью разбуди, ответят. Ну и вот такую картину я наблюдаю каждый день. Соответственно, мухи на балконе. Балкон открыть невозможно. Соответственно, запах в квартире. Это не мусорная площадка. Это свалка мусора. Все, что выпадет с бака, бросают. Собаки бездомные приходят, растаскивают. Кошки живут, мухи ужас. Тут детская площадка рядом. Картина не меняется и зимой. Город буквально завален мусором. Отвечает за уборку рекоператор с названием, судя по которому, уже лет 20 в Славграде должно быть чисто. Позитив 88. Василий говорит, за свои полвека такого не видел. Удивился? Позитив. А этим пенсионерам и вовсе посчастливилось жить рядом с полигоном. Несет весь мусор с этой площадки до конца этого дома. Живем как на помойной, как на свалке. А вот ветеран войны, инвалид второй группы, сам вывозит мусор. Может же, чем не позитив. Еще и платит за это сам. А услугу они вам оказывали? Ни раз и не видел, и ни машины их, и услуги никакой не видел. Да, платят, рассказывают люди, за вывоз мусора 67 рублей в месяц с человека. Умножить на 38 тысяч жителей Славграда. И вот опять позитив. За 10 месяцев рекоператор начислил 30 миллионов рублей. А фактически услуга была оказана всего на 10 миллионов. Региональный оператор как исполнитель за свои действия несет как гражданскую, так уголовную, так и административную ответственность. За деятельностью региональных операторов у нас осуществляют надзор и контроль, Роспотребнадзор и жилищные инспекции. Сами найти позитив горожане не смогли. И написали коллективные жалобы губернатору в прокуратуру и в жилищную инспекцию. Просят провести проверку законности ежемесячных начислений, сделать перерасчет, вернуть переплату и, наконец, убрать мусор. В судах края в отношении ООО «Позитив-88» сейчас как минимум 12 исков. Но ведь еще не 88. И это позитив. Евгения Даровская, Андрей Печоркин. День с толком.